МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди помогали животным, если кто-то из них поранился. Потом подкармливали. Один человек пошёл в лес, там нашёл какого-то животного, с ним пришёл какой-то беда, он ему помог. У меня есть собачка, средний ёрк, кошка и черепаха. Почему животные доверились человеку и решили, что им будет с ним удобнее и лучше? Потому что они думали, что человек им будет помогать. Нашу черепаху нам подарили, кошечку тоже нам подарили, а раньше она была дикой, обычно, но она была в дворе одна. С котятами её выпустили, собачке тоже её выпустили, её подобрали, потом нам отдали. Например, хозяин сказал, сделать там, например, переворот, животное сделал переворот, и он дал вкусняшку. Пришёл к тебе дикий кабан, ты ему дал сухарик. И он всё, я твой, как это выглядело. Ну да. Так и было. Дикие животные, они не доверяют людям, а домашние всё-таки были в доверии. Устроить огромную будку для слона, чтобы там, если, например, пойдёт дождь, и чтоб он не промолк, его туда заведут. Маленьких зверят подкармливали, потом они вышли из леса на поле, их словили дома, там, кормили ещё, и они стали домашними. И сколько времени, как думаете, у него это всё приручение заняло? Где-то 30 минут. 30 минут, и собака сказала, да, человек, я твоя. Да? Ну, может, классик. У нас есть мартышки маленькие, например. Они всё-таки дикие всё ещё остались. Но большинство. Почему тогда люди на них не обратили внимания? Потому что они очень взорные. Ну, обезёнки маленькие бывают. Их надо ходить в клетке. И мы сделаем такие какие-нибудь веревочки, они будут по ним делать. Прокодил может быть третьим другим человеком, почему нет? Я видел домашнего крокодила в телевизоре. А сейчас кто живёт? Есть какие-то животные? Да, у меня кошка. Кошка, а у тебя? У меня котёнок, собака старенькая, рыбка, порода петух. И губы по руке. Каждый новенький ребёнок вылетает из телёна и теряется повсюду и находится весьма. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится. Если что-нибудь на свете вдруг случится без него. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ